Всем привет! Меня зовут Азат. Вы находитесь на канале Автосправочное. Как вы помните, еженедельно я стараюсь снимать обзоры ситуации с ценами на заправках в регионах Поволжья. Для этого я использую информацию, которую каждую неделю публикует Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов Республики Татарстан. Сотрудники этой организации каждую неделю обзванивают заправочные станции в регионах Поволжья и выясняют актуальные ценники на 92-й и 95-й бензин, на дизельное топливо, а также на два вида газа – на пропан-бутан и на метан. Таким образом, каждую неделю появляется актуальная информация и можно сравнить изменения цен за предыдущую неделю. За период с 23 по 30 мая 2023 года произошло повышение розничных цен на бензин Ай-92 сразу в 11 регионах Поволжья. Так, Татарстане ценники выросли на 30 копеек, в Айнбургской области на 20 копеек, в Ульяновской области на 50 копеек, в Саратовской области на 15 копеек, в Марий-Эл на 10 копеек, в Самарской области на 30 копеек, в Башкортостане на 20 копеек, в Пензинской области на 30 копеек, в Удмуртии на 20 копеек, в Мордовии на 30 копеек, в Пензинском крае на 35 копеек. Минимальный ценник 92-го бензина в Поволжье на сегодняшний день в Самарской области 46.15, максимальный ценник 47.80 в Нижегородской области, средняя цена в Поволжье 46.90. Что касается 95-го бензина, то за период с 23 по 30 мая он подорожал в 8 регионах Поволжья, в Татарстане плюс 35 копеек, в Пензинской области на 15 копеек, в Нижегородской области на 40 копеек, в Самарской области на 30 копеек, в Чувашии на 20 копеек, в Кировской области на 20 копеек, в Пензинском крае на 30 копеек, в Республике Мариел на 50 копеек. Минимальный ценник 95-го бензина в Поволжье на сегодняшний день в Башкортостане 49.70, максимальный ценник 51.80 в Нижегородской области, средняя цена 50.56. Что касается дизельного топлива, то оно подорожало всего лишь в двух регионах, в Мордовии на 35 копеек и в Нижегородской области на 30 копеек. Минимальный ценник дизельного топлива на сегодняшний день в Республике Татарстан 54 рубля ровно, максимальная цена 59.90 в Пермском крае, средняя цена 57.14. Что касается газа пропанбутана, то за минувшую неделю он подорожал в девяти регионах Поволжья. В Татарстане на 1 рубль, в Ульяновской области на 1 рубль, в Саратовской области на 2 рубля, в Мариел на рубль, в Пермском крае на рубль, в Пензинской области на рубль, в Удмуртии на 2 рубля, в Мордовии на 50 копеек и в Чувашии на 50 копеек. Минимальный ценник 20.50 на сегодняшний день в Пермском крае и в Пензинской области, максимальный ценник 25 рубля ровно, в Республике Башкортостан, средняя цена 23.12. И по-прежнему наиболее стабильным в плане цены природный газ, то есть метан. Минимальный ценник на сегодняшний день в Республике Мариел, 20 рубля ровно, максимальная цена 22.30 в Чувашской республике, средняя цена 21.62. Вот такая вот информация. А если вы хотите получать кэшбэк в размере 10% за каждую заправку своего автомобиля, а также 5% за покупку автозапчастей, автоуслуг, оплату штрафов ГИБДД, проезда по платным трассам, платную парковку в Москве, то по ссылке в описании под этим видео вы можете заказать себе автомобильную дебетовую карту Тинькофф Драйв. Лично я по такой карте ежемесячно экономлю и получаю в виде бонусов от 2 до 3 тысяч рублей. Более того, сейчас для новых клиентов банка, которые ранее не имели дебетовых карт Тинькофф, действует интересное и выгодное предложение. Если вы заказываете эту карту по ссылке под моим видео роликом и в течение первого месяца потратите не менее 3 тысяч рублей, то вам вернется тысяча рублей в виде бонусов. Срок действия данной акции ограничен, поэтому при заказе обращайте внимание на актуальные условия. Вот такая вот информация. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. А что происходит с ценами на топливо в ваших регионах? Снижаются они? Повышаются? Либо пока остаются без изменения? Этой информацией вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Думаю, будет всем интересно сравнить, что происходит в соседних регионах. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!